Как у вас сегодня дела, Серега? Ох, Серега. Да. Дела хорошо. Пока кто-то в Венеции, мы работаем. Все хорошо, Серега. Грузим на кастом все обновления. Смотрим, пробуем, тестируем. До продажников, на аккаунтах, конечно. И как, есть какой-то фидбэк, обратная связь от наших? Да нет, что-то затихли наши ребята. Все в конференции займут. А в целом, как они? Что говорят? Ну, в целом, мы же в порядок приводим. Поэтому им все больше и больше нравится. Все больше и больше. Так что, я думаю, плюс есть вкусности, которые в ближайшее время будем подключать. Я думаю, им понравится. Они еще о них не знали. Они еще не знали. Они скрыты от глаз. Это хорошо. У нас перебор со спикерами, на самом деле. Они у нас на прошлой неделе все никак не выстреливали. А сегодня они проснулись на этой неделе. Не знаю, есть запусков, что ли. Вернулись их к 1 сентябрю. Готовятся к школе. Короче, у нас, похоже, реально перебор. И, по-моему, мы скоро кому-то должны отказывать. Поэтому мы ждем возвращения Миши в зубы, чтобы согласовать, кого мы все-таки ставим, кого не ставим. Надо что-то решить с количеством мест. Можно даже тайминг вырезать. Короче, что-то они реально там прорвались. И, по-моему, там какой-то миссинг начинается. А что, в остальном, у меня Настя отдыхает. Вот, привет, Настя. Давай, давай, мы тебя ждем. Настя смотрит. Художник по свету. Очень важно тоже ключевая, ключевая персона, ключевое лицо, которое желательно уже начинать работать. Ну вот, и с площадкой, кстати, площадка началась стукнуть еще раз, чтобы они там договор нам точно уже отдали, сюда подписывали. Первую неделю ты прям выжигаешь базу 3 раза. Вот это делается, что-то во вторник стоят до четверка. А потом, кажется, неделя уже с малым смыслом. Для меня вот непонятный остается вопрос. где это письмо, которое... Абисушин подходил? Подходил, он сказал, что у меня нет никаких доступов. Доступы к Мандрилу. Тебя, здесь письмо к Мандрилу, помнишь ты, с Наташкой, с Настей? Да. Ничего, где она? Оно в Мандриле. В Мандриле. Да. Открываем Мандрилу. Вот, смотри, а. Найди в Мандрилу. Нет, этого нету, я... Мне просто сказали... Камера работает. Мне сказали, что те, которые отправляются пользователям. Ну, я... Светально вот это письмо. У меня все, короче. Все, а. Спасибо большое, Никита. Доктор вылечил пациента. Спасибо. Доктор вылечил пациента. Перстальщик. Да. Возможно, его можно привлечь. Мы приводим карточки, списки и воронки в такое состояние, чтобы там как яйца у кота блестели. А что себе? Что, правда за всем? Ну, правда за жопу вообще полная. Убиваешь ты начинающих фанчев. Убиваешь. Убиваю, убиваю. Чувствую себя иногда в ресторане в темноте. Знаешь, на ощупь ходишь, в шкалу, да? Ищешь людей? Да. А вот там вот Мила. Пойдем прищем. Мила, когда я приеду? Мила. Мила, не нельзя показывать, говорит. Пользуйся в те моменты, конечно, нет. Все. Я в дамках забралась, спряталась. Сказала, все, хватит, свиня. Тебе нашла? Да, он не нашла. Не, нашла вязачка. Вязачки нет, наверное. Да, особенно нет. Волейбринском. Да, Миша, я не успеваю. Юля, твои вязачки заняты? Ну, один. Один. Да, он мне не сдал задачу. А Бобу никто не видел? Всем приятного аппетита. Спасибо. Я чувствую, что у него внутричерепное давление, у него идет кровь из носа в дом. Второй хитрень. Бывает. Да. А запах там будет? Не знаю. Ну, что, проблема опять, битва за ресурс. Да, прощайся. Так что, как всегда. Что, будем смотреть его на Миша сдау? Посмотри, как вместе с Питер сделает. Ну, желательно, конечно, второго человека включить на рассылки. Так что, пойдем мы. Человека искать. Понял? Да. А где здесь человек, кстати? Я. Здрасте, а? Я Егор. Здрасте, Алексей. А письма, письма выставишь? Ну, не люблю, честно говоря, заниматься. Так, просто через тейбл. Да, поэтому и не люблю. Да, но я как бы сверстал в своей жизни письма 3-4, поэтому я не очень люблю с ними связываться. Смотри, как выходит от ответа. В общем-то, как он. Я понимаю, к чему идет. Одевается за всех сил просто. Ну, ладно. Ну, если того требует, так сказать, долг, партия. Партия, да. Партия зовет. А ты знаешь, да, что мы готовим Олимпийский? Конечно. Просто, может, никто и не знает здесь, чем там ты занимаешься. Я недавно, но я уже в курсе. Свои дела. Ну, ладно, сейчас там через руководство выше узнаю. Сейчас там тебе можно ответить. Мы верстачка нашли. Там у Гованески есть аутбулок. Да. Верстачек новый. Да. Три раза в жизни он сделает свои три письма. Можно его попробовать поиспользоваться. Надо дойти к Гованескому. Ну, все, я долг, угуныл. Нашел ресурсы. Егор, спасибо тебе. Где люди отрывают обедом? Иногда прям. Стыдно, да? Не, не стыдно, малорезно бывает. Немножко неудобно. Прекламируем. Катя, давай с тобой пакетики сделаем. Пакетики? Да, у нас есть, я просто тебе передать, наверное, информацию. Сколько? Да, потому что мне уже ковидок спрашивал. Уже они мне в Телеграм написали. А, по-по-по-иксам не делай, да? Вот, и меня надо с тобой сгусовать, кому, что, за какую сумму мы продаем. Потому что у меня есть список партнеров, которые выделены на продажу. Она же занесла это в CRM, наверное, или хочешь писали там, где-нибудь в тренде, как они говорят. И надо понять, сколько мы реально можем собрать денег, потому что это влияет на свет. Андрей, мы сейчас пройдемся по виртуальному туру Олимпийского сервиса. Можно, на самом деле, вот сюда вот зайти. И нет, зачем? Мы заходим через первый подъезд и через второй подъезд. Они вот отсюда. Соответственно, это вход от метро идет вот сюда. Соответственно, вот здесь вот мы вешаем еще нашу рекламу на трех этих мы хотим повезти. Которую мы еще будем согласовывать. Да. Смотрите, короче, вы заходите в подъезд номер один и номер два. Это точно согласованный подъезд. И сюда входишь. Входяешь в основное фойер. Вот и на самом деле вот такое большое. Сейчас. Вот здесь у нас есть металлоискатели. Это в одном только подъезде, только металлоискатели. Соответственно, там есть подъем наверх. Это то, куда я хотел поставить партнеров наших официальных за бесплатно. И прямо на второй этаж их взять, сконцентрировать и так далее. Чтобы они просто здесь отдельно стояли. Типа, если кто-то хочет внедрить CRM, чтобы они шли сюда именно. И, соответственно, вот там большой холл. Плюс, тогда есть, вот они идут сюда, в гардероб. Чтобы ты понимала. Гардероб у них вот здесь вот. Гардероб у них вот такой не очень хороший, советский. Но зато, посмотри, какие здесь площади. Почему я тебе говорю, что здесь строится-достроится. Потому что здесь очень много. Это я тебе говорю просто, по первой еще подъезд. А их будет два или три. То есть, сюда они в гардероб идут. А вот сюда вот они идут на танцпол. Это боковой вход. А танцпол у нас что-то? Это портер. Да. Вибзона будет? Да, да. Ну, вибзоны, плюс портер. Соответственно, вот так вот будет стоять сцена. Вот мы прям согласно шли. Будут трибуны. Мы занимаем синие трибуны. И желтые, вторые, и верхние. Верхний ряд, сейчас покажу. Мы пока не планируем занимать. Там самый-самый верхний. Мы ограничимся только желтыми и синикими. Вот. И часть трибун синих, вот этих, они также будут сдвинуты поближе, чтобы у нас все было покучнее. Угу. Что, Юль, верстальщика выбиваешь? Да. Да? Что, Серега дает, нет? Я Серега ничего не дает. Было три месяца, наверное. Насколько можно. Что делать будешь, Юля? Я с поддержкой пришла. Будешь помогать? Не, я надеюсь, нам подстраховку. Подстраховку. Что-то, по-моему, Серега не преклонен. Спасать, это я в бригаду. Я Серегу дергаю, пиваюсь, я пиваю, ему данный продукт делали. Представляете, что там большая революция идет в продукте. Здесь, представляете, какая-то мелочь. Там леди сверстает, письмо. Просто маленькая какая-то крошечная задачка на фоне всего того, что происходит внутри продукта. Поэтому, конечно, Сережа злится и говорит, блин, какого черта? Вы не можете такую маленькую задачку сделать по-нормальному за маленький короткий срок. Соответственно, я понимаю его. Смотрите, у нас есть ребята, которые заняты в производстве. Просто консультация нужна более. Это вот Артур, вот сидит, видишь, Артур. Не Артур. Женя. Я не знаю, просто у Артура все время ребят спрашивают такие. Можно, конечно. Отвлечь на... Консультироваться, передавать знания, вообще никакой проблемы нет. Подходим, спокойно спрашивают. Никто нет. Вот там есть Алексей на засеночке. Я это заквариал. Я даже здоровался, не знакомился. Устанавливался. Смак жизни. Я разрешил вам. И что вы ненадолго. Покажи вот так. Недолго, до месяца. Вот так мы подходили. Вот, Алексей. Да? Алексей, привет еще раз. Здравствуйте. Участь пришла. Никита уже знает, что к чему, да? Да. Он смеется. Слушай, у нас есть задача. Нам нужно проверить письма, которые у нас есть. Проверить на что? Проверить на ошибки, на баги, как они отражаются на мобильной версии, как они отражаются во всех почтовых сервисах. Просто смеши там. Так, ладно, ребят, все, удачи вам. Слушай, Миша, купи, купи ноутбук мне. Почему не интернет в офисе? Давай, ручь так. Не, не. Миша, купи мне нормальный компьютер. Хорошо, все. Подарок на день рождения. Миша, Миша, мне подарок.